Эти люди не живут, они выживают. Долги, кредиты, мидерная зарплата, которую еще и задерживают, с этими проблемами столкнулись десятки жителей деревень и поселков Селивановского района. Все они работают на предприятии Селивановская вода. Среди тех, кто вынужден жить на копейке, и Галина Фролова. По ее словам, за воду она отдала почти три десятка лет. Но теперь ее семья вынуждена жить практически натуральным хозяйством. Предприятие задолжало ей зарплату за три месяца, а ежемесячный заработок в 5000 рублей просто не оставляет выбора, кроме как перейти на подножный корм, рассказывает Галина Фролова. Материальное положение это даже хуже нищеты. Картошку едим, грибы едим, то, что мы своим огородом запасли, вот едим. Но нам надо еще и коммунальные заплатить, нам надо купить хотя бы порошок, мыло, средства гигиены. Вот так мы и живем. Долги по зарплате у завода и перед другими работниками. Сумма задолженности в конкретных случаях варьируется в пределах от 8 до 40 тысяч рублей, рассказывают рабочие. По их словам, они вынуждены даже брать в долг продукты в местных магазинах. Некоторые уже задолжали почти 20 тысяч рублей. Сумма по местным меркам очень значительная. Немаленькие суммы теперь висят на них, и на нас тоже, на продавцах нас спрашивают. Нам тоже жалко их, им жить как-то надо, что-то кушать надо, люди-то работают. Работники пытались решить свои проблемы с руководством завода, но дальше обещание дела не продвинулось, рассказывают сотрудники. Людям пришлось обращаться в прокуратуру и в трудовую инспекцию. Нам присылали ответы, то, что все присылают в Москву. Из исполнительного комитета Владимира присылали, звонили, то, что хотели приехать сюда и не нашли, ну, типа, бухгалтерию проверить. И отправили все документы в Москву. Подавали, писали мы прокуратуру Сливановского района, прокуратуру Владимирской области, прокуратуру Зеленоградской, Зеленограду писали. Везде нам отвечали. Ну, как, они работают с этим. Группа компании «Сливановская вода» занимается выпуском минеральной воды и поставляет свою продукцию по всей России. Главный офис компании-производителя находится в Зеленограде. Поэтому надзорные органы перенаправляют запросы по месту регистрации компании-производителя, рассказывает директор по производству завода в Сливановском районе. Насколько я знаю, руководство компании, которое находится в Зеленограде, везде уже вызывали и в следственный комитет, и в прокуратуру. Везде они дают ответы. Какие, я не знаю. Для того, чтобы получить ответы на вопросы, наша съемочная группа позвонила руководству компании «Сливановская вода». По словам ее гендиректора, долги по зарплате уже выплачиваются. А задержки связаны с накопившимися задолженностями предыдущего руководства. На сегодняшний момент текущая заработная плата выплачивается. У нас образовалась задолженность за несколько месяцев. Это образовалось из-за того, что закрыты счета банковские за долгов перед налоговыми. В ближайшее время эта ситуация исправится, и задолженность по зарплате будет выплачена. А пока руководство компаний пытается разобраться в непростой ситуации, людям остается верить, что выражение «долг платежом красен» для их работодателей не пустые слова. Алексей Домнин, Александр Мажаров, 6 канал.